А во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Бытие. 2 глава, 17 стих. От древа познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Смертью умрешь. Как это? Так не говорится. Будет тебе смерть или умрешь. А смертью умрешь перевести по-другому никак нельзя. Что это? Как будто бы смерть какое-то живое существо, как рисует ее. Смерть с косой стоит. Вот такое впечатление складывается. Мы подходим вплотную. Уже осталась одна неделя только до прощенного воскресенья. Следующий будет. Сразу хотелось сказать, что придите в Покровский собор. Службу будет вести митрополит Сергий. У нас всегда был такой порядок. Мы там многое-многое получили в свое время, когда у нас не было своей общины. И сразу прочитаем Откровение 20 глава. С 12 по 14 стих. Как раз об этом сегодня речь и идет. О страшном суде. Неделя посвящается страшному суду. Значит, прошли Закхея, прошли блудного сына. Все, что надо за нами. Закхея научил все. Так, 20 глава, 12 и 14 стих. Завершающий этап. То, что было сказано в раю. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдана, отдала море мертвых, бывших в нем. И смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И смерть, и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. Как об этом смерть? Как может смерть, когда это явление? Мы знаем, что такое. Получается, как будто бы в самом деле какое-то физическое лицо. Или для наглядности это. Я нигде не нашел объяснение, и поэтому не могу трактовать это. Итак, в раю уже сразу было заложено первое пророчество. Если вкусите от древа познания добра и зла, смертью уйдете. Сейчас задают вопрос, вот я все время сижу в интернете. Ну а где ваш Бог? Сколько младенцев, больные рождаются, коллеги, умирают. А зачем вы спрашиваете? Я говорю про это. У меня. Вы у Бога спросите. Смертью, жизнью руководит Бог. Он дал жизнь, он ее отнял. Он себя называет горшечником, а мы сосуды его. И кому когда уйти? В Библии мы считаем такое. Когда Бог прогневался на царское... Сколько их было, жителей всех. Только один был угоден Богу, и Бог его взял где-то в 4 года. По-человечески он оказался не угоден? Нет. Надо себя перевести на другое введение. Все по-другому. Я дам тебе воды, не будешь ходить. Но ничего не дал Господь ей. Самарянки-то. Она по-прежнему завтра пришла за водой, но она поняла, о чем речь идет. Когда мы считаем 7.37 Евангелие от Иоанна, как Господь воззвал и говорит, что речь идет о Духе Святом. Мы сейчас многие места специально подобрали. Две недели все подыскивал эти места. И мы увидим, как идет борьба со смертью. Вот меня судят. Приговор выносит. И больше всего недоволен был, почему он так прокурор. Я еще не вернулся, он уже мертвый. Следователь мертвый. Я совсем никто из них так. Ничего за собой... Ну, Господь так сделал. Я им говорил об этом, я говорил. А может быть по-другому было? Может быть. Ну, только мы должны смотреть сюда, а не по тому, как у людей принят. А вот умрет, за него много денег надут, петь будут. Нет. Мы сейчас прочитали об этом. Судимы были. Давайте представим. Кто сдавал экзамены где-то в учебное заведение. Я вот помню, я в сельхозный институт сдавал. Список кто сдал. Я прочитал, моего имени там нету. Я приехал сюда. Что я домой скажу? Знаете, такая печаль. Кто-то говорит, на том этаже там второй список висит. Я со всех ног всех обогнал, наверное. Смотрю, моё имя там есть. А это книга жизни. Тот и все временная. Книга жизни. Если кто не был записан, будет брошен. Да, она знает на работе. Знают в интернете. А у Богу я известен или нет? Если я умру, кто будет петь? Ангелы будут сопровождать? Или другие? Потому что здесь ошибиться можно очень сильно. В житии святых мы считаем, умер один человек. Святой входит в город, а весь город в трауре. Плаги приспущены. И он спрашивает. Я по-сегодняшнему объясняю про плаги и прочее. А что такое? Да человек умер. Это в столетии один такой рождается. Какой праведник? В чём не говорится? Он подошёл и видит. Стоит сатана и трезубцем бьёт, и душу из него унимает. И оказалось, что один только человек это видит. Он с причастием, с причастием. В церкви поздравляют это дело. Макарий Александрийский видит, как чёрные эфиопы мешатся. И все его вместо причастия уголь в рот толкают. А причастие незримое ангельское рукой возвращается в алтарь. Надо настроить себя на то, что так Бог говорит. Давид говорит, в беззаконии зачатие во грехе родила меня, мать моя. Какой грех, когда ребёнок ещё из утроба не вошёл? В беззаконии зачатие раньше намного, на 9 месяцев. Почему? Вот если не знать Библии, вообще ответов никаких нет. Священное Писание, Слово Божие, Святая Библия говорит нам об этом. Водами все умирают. Грех перешёл в них. А от двух грешников рождается грешник. Оно можно по-другому? Нельзя. И что грех был в перечисленных самых великих святых? Да. Пророк Иеремия говорит, будь проклят тот день, когда кто-то обрадовал моего отца и сказал, что родился сын у тебя. Что я встретил здесь, кроме печали? Сколько соблазнов? Первая мировая война, всего смерти. 25 миллионов как будто не было. Миллионов! Ну, чтобы понять, что такое миллион, в Барнолу, смотри, как разросло. 621 тысяча населения. Даже 700 тысяч ещё ни разу не было здесь. Ну, чуть больше полмиллиона. А это 25 создают Лигу наций. Не было он тогда, это Лига наций. Всё, войны больше не будет. И главное, Лига наций по просьбе, по предложению Николая Второго, святого мученика. Вот как. И здесь вторая мировая. Только сегодня уже стали правду говорить. 70 с половиной миллионов ушло. Миллионов. Но Библия говорит о том, что будет казнь такие, что вот 25 ноября 2022 года официально ЮНЕСКО объявило ровно 8 миллиардов на земле. Это уже считать не надо. А сколько православных? Ну, 250. А сколько протестантов? 680 миллионов. А сколько католиков? Больше миллиарда. А сколько всего христиан? 2 миллиарда за 450 миллионов. Я даю статистику, чтобы вы видели, а кто будет записан в эту книгу жизни? Мы сейчас увидим, как туда записывается. Брат сегодня прочитал Евангелие, кто был, навестил. По написанному в ней, не для себя ли ты жил, или ты видел кого-то? Ты видел Христа в том, который обижен, выброшен, у которого большая нужда. А ты должен узнавать про это. Внимательно слушать. Не что про него плохое говорит, а как помочь ему. Вопрос очень важный. Мы когда-то увидим, записанную в книгу жизни или нет. Вот тебя так зовут. А таких имен много там у него. Но мое имя, я не знаю, как я его сразу увижу. Оно как-то высвечивается будет или еще что-то. В Адаме все умирают. Но это не конец дальше. А во Христе все живут. И поэтому спасение от смерти только одно. Никакая религия, никакие добрые дела, никто не спасает от смерти. Господь говорит, если умрет и живет. Умрет и оживет. И это будет на суде Божьем. Раздадутся архангельские трубы. Поколеблется земля. И как будет страшный суд, люди спрашивали Ефрема Сирина. Он ничего не ответил. Он только плакал, сидел. У него, говорит, борозды под глазами были от слез. Такой святой. Сирианин. Вот где война была. И что получается? В это время, когда уже братья настаивали, он говорит, зачем вам это знать? Ну как, все-таки считаем. А ему, видимо, Бог показал, как колеблется земля. Как сгорается небо и земля. Все сгорает. Как гробы открываются. Как все восстают. Какой ужас. Убитые и убийцы рядом стоят. И кто как свое дело делал. А какое дело? Твоя должность? Не просто так, а... Я вот... Ну неделю еще опять меня в поликлинику возили. Я видел врачей, насколько они внимательные. Уже все, кажется, понятно. Нет, подождите еще. Мы у нас 6 лет назад были. Давайте посмотрим, лучше стало или хуже. Я понял, вот так мы должны... Я сижу, а сам размышляю. Люди готовы сказать. Ну, визиточки-то всем оставили. Там толпа большая. И поэтому нас Бог оставил жить на сегодняшний день. Чтобы мы были Его свидетелями. Христос говорит, я и всем путь, истина и жизнь. 14.6 Евангелия Тиана. Он есть жизнь. А как с ним познакомиться? Через покаяние. Такая грешник? Нет, это не на первом месте. На первом месте ревность твоя. Искренно или нет, ты сказал. Или тебя заставили сказать. И тогда Господь говорит, прощаются тебе грехи твои. И священник стоит у нас здесь и говорит. Не я. Властью, данной мне Богом, даже разрешите от грехов. Власть от Бога дана им, священнослужителям. Мы сейчас будем открывать места. Кто может записывать здесь, запишите, другие можете дать. Места удивительные. Марка 16.18. У меня вразнос идет, поэтому... Почему? Я каждый день добавлял, поэтому у меня тут и ветки, и Новый Завет. Евангелие от Марка, 16 глава, 18 стихи. Будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Ну, как поверили? Так? А Космая да Ильяна. А как мы считаем про других? Отравили? Во время допроса дали выпить, а не выпили и умерли. Значит, речь идет не об этом. Если возьмет младенцев, разобьет о камень, то есть это идея безбожия, коммунизма, а камень веры разбивает человек. Рожденный заново мысль. Что последовать за ними? Ну, строили. Тоталитарные режимы были. Полмира захватил человек. Все, Господь отрезал. А другой живет, у него даже обороны нет. Есть такие государства, где ни одного нет воина. Отказались от этого, и Бог хранит. Соседние государства за ними приглядывают только. И так за нами Божий глаз смотрит. Сколько людей было таких, которые все сделали, обезопасили. Подложили мину, прям под машину рвануло, и его нет. Другие себе охранников сдали. Эти охранники его и расстреляли. Помните Индиру Гандию, кто его расстрелял? Потому что люди надеются на человека. Это очень часто обманчиво. Бывает так, с места на место переезжают, златоуст говорят, это все сокровища. Сейчас к сундуке приковывают, к машине, тогда были на быках, на чем. А вот и охранники. Вместе с охранниками вся телеговая жалоба, вот они известны. И поэтому, то, что нам сегодня Господь говорит, еще раз проверим себя. Будем ли мы записаны в книгу жизни? Будет ли одержана победа? На небе сегодня два человека, не вкусившие смерть. Енох и Илья так принято считать. И они сойдут на землю. И кто против них будет говорить, огонь будет исходить изо рта и попирать. Буквально понимается. И сказано, сколько дней они будут действовать. До одного дня. И наконец их антихрист победит. Люди будут поздравлять друг друга. От какой беды мы избавились, не видя, что все умирают. Только за время перестройки сегодняшняя статистика в Российской Федерации 120 миллионов абортов. Каждый день больше 22 тысяч абортов. Все это уже открыто. Да и так понятно, что смерть. Я решил узнать, какие причины смерти есть. Я не могу не верить, написано так. Причины смерти за несколько сот. 700 и дальше показывает как. А способов с этой жизнью разобраться почти 90. И повеситься, и отравиться, и броситься с этажей вниз. А жить как? Только один способ верить во Христа, довериться Ему и радостно встречать даже на смертном адре Господи славлю Тебя, как святые умирали. Это мы не доль печали землю встретили здесь. Мы родились и начался отсчет. Вот когда человека осуждают, ну обычно как мы считаем, столько-то осталось, так и здесь, до свободы. Ему дали 5 лет, и он говорит, 4 года, 11 месяцев. Вот у нас сколько в обратном порядке такой отсчет? Когда мы умрем, мы не знаем. Мы только знаем, что Давид об этом скорбел, воздыхал. Я специально выделил места. Он говорит, Псалом 89.10, Псалом 38.6, даже открывать не будем. 77.33, лет человеческих 70, а при большей крепости 80, и больше сейчас труд и болезнь. Буквально в больнице все забито. Может, раньше меньше болели, я не знаю этого, но все приговоренные к одному концу. Итак, мы посмотрим, как нам не печалить, а Бога благодарить. Златоуз говорит, какое благо, что люди умирают. Ну представь себе, у меня мать не умерла, она говорит, а ты сколько лет, 20 лет, и отец бы не умер уже 30 лет назад, а его родители не умерли. Что бы мы делали здесь? Даже вообразить нельзя. Комната, набитая доверху мертвецами. И поэтому Златоуз говорит, какое счастье, что мы умираем. И самая легкая смерть это потоп. Сколько людей в потопе погибло, мы не знаем. Вот говорят сегодня, ну у нас 65 лет средний возраст. 65-63. В Японии 83. Ну даже умирают. Если сегодня человеку 95 лет, это долгожитель. А 950, ною, никто и не считал. Конечно, самый главный долгожитель Махусаил 969 лет. То есть ровно в 10 раз у нас срок меньше. Богу нужно дать десятину, а Бог нам отдал десятину лет. Я вот вникал вот и увидел здесь. И это, это десятины, мы не можем поправить все. А почему? Для этого надо не переедать. От переедания многие умерли. Некоторые подавились, некоторые отравились. Правильный, говорит, лег и встал. А у богатого все не так идет. И кровь ощущает, вроде бы, все эти тромбы уберут. Все, нету жизни. Мы прочитаем несколько мест. Иакова 3,8. Послание святого апостола Иакова 3,8 стих. А язык укоротить никто из людей не может. Это неудержимо и зло. Он исполнил смертоносного яда. Смертоносный яд на языке у каждого человека. И не можем победить. Смерть от языка. Сколько окривятных было? Подали, настущали. Внутри страны только сегодня статистика показывает. 66 миллионов погибло. А можно было по-другому? Можно. Если вы читали молитву, то в каждом видели брата родного. Я долго думал, ну как можно было сказать на священников по статье 58, пункт 10, что они враги народа. Я постепенно дошел. Да, они враги народа были. Не мщили людей. И люди духовно умирали миллионами. Надо глубже смотреть о том, что нам Господь говорит. Враг народа. Ты на... Я к народу не призван. Я за себя отвечаю за семью, а фактически за всех отвечаю. Итак, Римлянам 7,13. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. если заповеди не было, вот не стоял этот господин, кирпич на дороге-то, ты бы проехал. Я вчера ездил, вчера, сегодня поставили ночью, а мы ехали, а шопер, я всегда ездил, его не было. Ничего, платить штраф. И вот и здесь, если Господь поставил это запретное, запретное, я говорю, на пост. Пост человек нарушил один раз, два года отключается от церкви. Церковь вообще этим не занимается. Почему? Сразу подходят, батюшка, я-то начинают перечислять болезни свои. Почему к нашему батюшке ни один не подходит? Я не распоряжаюсь. Пост установлен Вселенской Церковью, православной. Да ничего трудного нет, у нас поста-то нет никакого. Деду, только меняем, и все. Ну, мясное нельзя, молочное. Да другие в рот мясо вообще не берут. Второе, Коринфянам, два, вторая глава, 15-16 стих. Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к всему? И кто способен к всему? Вот так. Теперь смотрите, слово смерть, смертоносный, закон законничает, прочитали. Когда запрещено, от этого делаешь. Закон послужил к смерти больших людей. И здесь точно так же. Мы говорим и человека как бы приговариваем. Ты не покаешься, ты на суде будешь осужден. Поэтому сегодня выбор только один. Там или здесь. Никаких честилищ Библия не знает. Это католическое измышление. Где мы будем? И как туда прийти? Сколько людей занимались этим? Я нашел ответ самый короткий, самый правильный. У Серафима Саровского стяжание Духа Святого. То есть мы каждый день должны думать, я что делаю? Говорю, молюсь угодно ли Духу Святому? Или где-то я блуждаю, что я сам себя не найду? И 3-й глава 7-й стих. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лице Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Смертоносным буквам. Речь идет о Слове Божии. Если не знал... Я не знал. Ну, допустим, где-то человек на острове живет, до него Евангелия не дошла, не было миссионеров. Апостол Павел говорит по совести. И совесть первичнее Евангелия. Евангелия не было. А как же они? По совести. И поэтому надо молиться Господи. Пробуди мою совесть. Господи, сделай ее чистой. Чтобы все делать по совести. А совесть надо узнать. Ну, люди говорят, эволюционным путем человек произошел. Просто отвечайте. В природе разум и совесть есть? Нету. А откуда оно дело в человеке? Очень легкий довод-то оказывается. И когда на земле справедливости нету, ну, явно, она везде. Кто не работал, куда мне там, кубометрами деньги считает. А как определить? Довериться Богу. Прочитать. За всякое слово, тайное и явное, придется когда-то отвечать. Считаем. Из Икииля. 37 глава, с 4 по 14. Больше в Библии нигде не написано, как воскресенье будет. Из Икииля. Из Икииля. Из Икииля. Так, 37 глава Из Икииля. Слушайте, смотрите внимательно. Вот пророк, что сказал, иди, скажи, иди, обречи, тут понятно. Теперь привел он на кладбище мировое, и скажи костям, он что должен думать? Ну, мы сейчас увидим, как послушание рождает жизнь. Так говорит Господь Бог костям всем. Вот, я введу дух в вас, и оживете. И обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожей, и введу вас в дух, и оживете, и узнаете, что я Господь. Я изрек пророчество, как повелено было мне. И когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своей. И видел я, и вот, жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, и духа не было в них. Тогда сказал он мне, из реки пророчества духу, из реки пророчества, сын человеческий, и скажи духу, так говорит Господь Бог, от четырех ветров приди дух, и дохни на этих убитых, и они оживут. И я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои, весьма, весьма великое полчища. И сказал он мне, сын человеческий, кости сии, весь дом Израилев. Вот они говорят, иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня. Посему из реки пророчества, и скажи им, так говорит Господь Бог, вот я открою гробы ваши, и выведу вас, народ мой из гробов ваших, и введу вас в землю Израилеву. И узнаете, что я Господь, когда открою гробы ваши, и выведу вас, народ мой из гробов ваших, и вложу в вас дух мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, и узнаете, что я Господь, сказал это, и сделал, говорит Господь. Вообразили, представь, как ему было, видел кости шуметь, друг, ну, кости, они же твердые, гремят. И потом, мертвое поле, люди, как будто только что легли спать. А ведь мы об этом говорим. Вот мне гроб предлежит, вот мне смерть предстоит, вечерняя молитва. И когда Господь, говорит, друг наш Лазарь уснул, то есть каждый день мы свидетельствуем о смерти. Уснул, и они думали об окнаной смерти, он речь-то вела, шла, уснул навсегда. Но Господь говорит, я иду разбудить его, а Фома говорит, если уснул, значит, здоровье пошло дело-то, да, это он метался от боли, а теперь, ну, лучше пошло на поправку. Все по-другому надо смотреть. И вот разговаривал с одной, она в больнице работает, за больними ухаживает. Я говорю, а вы могли бы заранее сказать, вот человек этот больной, и он умрет. Я, говорит, не могу сказать, но я знаю, когда умрет. А как узнаешь? А вот маленький такой, говорит, человечек, как у английской королевы, пар, паши такие, и он бежит прям по батарее, говорит, я его вижу, в какую, я выхожу, иду, и он умирает. Кто за ним идет? Неверующий. Если где мы оказались, людей приготовить к этому надо. Сказать о Боге, сказать о вечности, сказать о любви Божией. Люди, да я такое натворил, тут сам себе простить не могу. Господь пришел не к здоровым, а к больным. Где бы ты ни находился, выбери момент, когда, ну, не мешай его работе. Скажи, тебя когда не будет, будут они, люди эти, сострадать? Ну, был бы он сейчас, он бы нам сказал, как поступать. А не так, когда говоришь, какая-то вера жестокая, то нельзя, нельзя, у нас старики были, и в карты играли, и в лото, а это то нельзя. Нельзя. Господь оградил, человек уже в раю нельзя. А если это нельзя, нету, нарушение идет закона уже гражданского. Ниеме 9.30. Ниеме вот сюда. Так, еще раньше. Видимо, сбинулось тут. Ниеме? Да, Ниеме. 9.30. Смотрите, какие условия Бог нам ставит. Ожидая их обращения, ты медлил многие годы и напоминал им духом твоим через пророков твоих, но они не слушали, и ты предал их в руки иноземных народов. Вот и все. Как? Вот сегодня показывает какой-то мальчик, ну, не больше ему 8 лет, индийский мальчик, и считает пророком. И вчера я видел, предсказывает великие, страшные изменения в России, он и Россию-то не знает, но через него кто-то говорит. Но когда говорят о войне, о пролитии крови, это человек убийца и лжец. Он панику наводит и прочее. Не каждому слову верьте, что там есть, но прислушаться надо. Вот, молитесь ночью, и мы как, ну, ночью, когда молимся, мы поминаем и президента, и патриарха, чтобы Бог умудрил не иношей поступить, а слыша их голос. Вчера было такое повеление, Бог, видя покаяние, меняет что-то. Откровение 2.5 еще раз. Что нужно сделать? Посылал пророков, предупреждал, а они не слушают, и поэтому я то и то сделал с ними. Покаялись, вернулись. Вот слово синагога, фарисеи, в Ветхом Завете нету. Это они научились этому плену. Меня спрашивают, какие самые счастливые дни у вас были? Я знаю, счастливый день у меня был, когда я лежал под тяжелой операцией, и когда меня арестовали, и там был, и там кто что с собой сделает, никому. То есть, ничего больше нет, и я только знаю вызывать небо открыто для тебя, и сколько людей пришло. Даже никогда бы здесь на земле стольких не привел. Откровение 2.5 Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. Не спал, то есть, ты был на высоте, проповедовал, служил, творил милость, ни о чем считали, накормил, напоил, а если этого не делал, от какой высоты, он не понимает. А если не так, скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Светильник, это наша жизнь, которая светила, светильник стоял высоко, и вдруг все заглохло, ничего нет, да я и раскаюсь, молодость, и сколько потратил на Бога, а надо наоборот сказать. Я всегда говорю, я пришел, в 24 года только Евангелие получил, где мои эти годы? Я теперь стал перебирать, и буквально по дням, и нашел, сколько раз Господь стущал у моей двери ко мне. Все стою у двери и стучу, и кто услышит, и отворит, войду к нему, буду вечерять с ним, и он со мною. Не забываю, как ехал в поезде, в военной форме, и рядом старик со старушкой, оказались немцы, я с ними заговорил на немецком, их радости, кажется, конца не было, они достали свой кисанг-пух, книга, песнопение, мы сидели, какое певец-то, это Бог меня стущал. В нашей деревне жила лютеранка, у нее тоже была книга, она приходила, мы по воскресеньям пели, эти моменты я упустил, и уже никогда не вернуть, сколько было у меня друзей в армии, я никому не мог сказать о Боге, что Бог есть, а о Христе не мог, но знакомый мне один, я для офицеров переводил их тексты, английские, немецкие, в академию учились, и поэтому они были очень расположены, вот у меня друг умирает, полковник, и он знает, как сам врач, знает, что все уже у него путано там, и он кислородную подушку тянет себе, я ему говорю, это уже невозможно, даже минуту уже дольше нельзя жить, и он говорит, еще не могу сделать, сама рука оттянется, сколько я знал, сколько готовился жить, и вдруг все кончилось, вот ведь как будет, а когда знает, человек говорит, благодарю тебя, Господи, слава тебе, жизненный путь окончился, отверзи, теперь мне двери туда, евреям, 10 глава, 25-30 стих, послание святого апостола Павла Киеврия, 10 глава, 25-30 стих, я специально места выбрал, как нам все-таки выйти из того положения, если где-то что-то не так делаем, да, 25-30, 25-30, не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаев, все, заметьте, вечером сколько нас было, ведь могут приходить, вот приходят некоторые, каждое воскресенье, такая радость, прямо хочется обнять, ну, кто-то, нет машины, но другие рядом живут, ну, прям совсем можно было прийти, нет, почему? Не оставляйте собрание вашего, я один раз приехал в Томск, там Старобреческая церковь, и там маленько темновато так, и написано, оставляйте собрание ваших, они говорят, люди уходят и уходят, я подозвал, кто у них там старший, я говорю, это кто писал, он говорит, сын священника, ну, тут описано, оставляйте, да вы что, ну, а они где, не знаю, я в первый раз пришел, не оставляйте, у вас призов оставляйте, берегите даже те две буквы, они очень много, значит, я почему привожу примеры эти свои жизни, потому что я слишком много видел и везде находил, что я не прав, мог быть пораньше, они писали, не приехал, а это могло лет пять раньше прийти, у них бы люди сохранились. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаев, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение для дня оного, ибо если бы мы, получив познание истины произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярости огня, готового пожрать противников. Если отвергшийся законам Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то скольких чаще, чем вы думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен, и духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал у меня отмщение. Я вас дам, говорит Господь. И еще, Господь будет судить народ свой. Страшно впасть в руки Бога Живаго. И все наши эти дуэли на земле, все войны, все недоразумения кончились. Мировая история кончилась. Наступило послеисторическое время. Все часы мира останавливаются. Это надо сегодня уже подправлять. Если он все это ругается, не понимает, то где это все будет потом? Нет жертвы за грех. Нету причастия ему, ничего нету. Мы должны проверять и проверять себя. Я встретил человека однажды. Он живет как должно. А потом, говорит, вот у меня уже два дня. Вы что-то заметили во мне не такое? Я уже знал. Этот человек пойдет очень далеко. Ему это открыто. Могу даже назвать. Геннадий Фаст. Он такой вопрос задал. И ему вопрос этот задали, когда он первый раз был в епархии, в Новосибирске. И там был отец Александр Пивоваров, кандидат богослов там такой был. А Ерехерия не было. Всех собирали священники, совещание было. И он в это время первый раз, он говорит, вот вы столько знаете Писание. Вот уже слышали много. Скажите нам, что у нас не так? Я понял, говорит, и этот человек тоже далеко пойдет. Мы должны просить его, чтобы ты со стороны посмотрел. А то мы друг друга тут уже знаем. Привыкли к этому. Ну ладно, он такую должность занимает. Да ладно уж. Никак. Там не будет этого. Тем более строгое взыскание будет. Сколько людей погибло? Я рассказываю о тысячах и о миллионах. Я сегодня специально посмотрел в интернете. Да по старости умер. Интересно, Всемирная организация здравоохранения запретила говорить. Вы его покажите где. Ну может быть, говорит, отменят это. Не старость, а что-то еще. Отмерли у него такие-то там, там кто-то, там тромбы. Вы назовите. Болезней-то много. Они же не только от годов бывают. А другой вот показывает одна ей 95 лет. Немецкая. И она показывает на брусьях, как она выступает. 95 лет. Ну сейчас был такой. Это говорит, долгожительство от нас зависит. Ну как, я не собираюсь тысячу лет жить. Я почему-то за 80 лет перешанул. Зачем? Ну только ты наполнился благодарностью. Из-за тебя будут люди ходатайствовать. Его не будет. Кто нам это скажет? Где мы будем знать? Чтобы чувствовать пустое место. Приготовь себе смену. Мы сегодня считаем, очень важно, от смерти в жизни. Такая должна быть проповедь. И далее считаем. Осия 11.4. Я еще сегодня утром еще пять мест добавил. Ну нельзя это пропустить, не сказать. Осия. 11.4? 11.4. Узами человеческими влек я их, узами любви, и был для них, как бы поднимающий ермон с челюстью их, и ласково подкладывал пищу им. Это Господь. Все из пророков. Пищу вот где. Ищите это. И поэтому сегодня, когда я выстроил ролик такой, когда выступает тут один человек, православный, у нас служба идет как, и каждый может как-то, сравнивать даже нечего. Ни разу Слово Божие не поминается. Притом человек на всю страну известен. И это напечатали 10 тысяч экземпляров, и он только о том, вот как иконы у нас говорят, через иконы приходят, как через пение, колокольный звон, то ли не в уме, то ли чего. Или человекообразование такое, преподаватель в МГУ, профессор, что же вы делаете? Вера от слышания. Вера от слышания от Слова Божия, а не от того, что я думаю. Чтобы это знать, повторяйте слова, 10-13, 17-е послание к римлянам. Вера от слышания. Ну, а если не слышит человек, ну, от чтения. А если не слышит, дактилоскопия там какая есть, по-другому покажет. Дальше. Матфея 24, 45. Кто же верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Ну, дальше перечисляется, что сегодня считали. Вот это у нас будет спрошено. Во имя Христа ты делал или нет? Помогайте всем, а наипаче своим поверье. Узнавайте. В какой нужде человек где-то? Я вспоминаю одного епископа. Имя его Павлин. Не птица это, имя его. И он все время заботился о прихожанах своих. И пришла быстрая женщина и говорит, сын мой в армии был, попал в плен, а сейчас на торгу тут продают его, сколько просят, и увозят его неизвестно куда. А что я делаю? Да говорят, деньги за него надо выплатить, а у меня денег нет. Ну, на, Павлин, подожди, не уходи. Он пошел с ней. Сколько за него надо? Столько. Так, я становлюсь. А ты сколько, старик? Что старик? Я еще бодрый. Он стал говорить, кто покупает-то. А что ты умеешь делать? Я садовник. Садовник? Да к меня и послали за этим. У меня богатый господин. А сколько дадите денег? Столько. Больше не надо. Вот столько надо. Так, вдова, плати за него. Сын, свободен, уходи. Его один так же сделал, а дорога заболела. Его пристрелили, пошли дальше. А этот молится, в саду работает, а хозяин смотрит, так не делает простые люди. Он каждый корешок обихаживает, как прививку делает. Он подошел однажды и говорит, слушай, ты садовник, но ты не садовник, хотя дело знаешь. Скажи, а кто ты такой? Ну, зачем тебе? Ты язычник. Скажи. Он говорит, я епископ. А как ты попал сюда? Ну, я выручил ребенка у матери одной и стал говорить о Христе. И он со всем домом своему веровал. Мы не знаем, когда через нас Господь коснется. Иногда начинается история далеко-далеко. Учера у меня в тюрьме я сидел, начальник тюрьмы, полковник раз за разом, бывает каждый день, вызывает меня на беседу. Я откуда знаю он? Раб Божий Александр умер по-христиански, а после звонил жене. Вот как Бог делает. А пробраться туда никак нельзя. Только, только чтобы тебя связали, привезли туда. Условно говорю. Итак, мы не должны роптать на то место, где живем. Какие у нас близкие, вот у меня соседи здесь, летом говорили, тут гуляют, пьют. Нет никого. Чистое место разгладилось. Только нас бы теперь не спихнули. мы не знаем, для чего испытания именно такого характера. Я буквально обезножил колени. Ну, сегодня уже хожу немножко где-то. И потом подряд, нынче зимой, четыре болезни через меня прошли. А почему? Чтобы не годился, Господь посылает ангела, говорит, вплоть. Вот и все. Считаем еще немного. Римнам 14-15. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твою пищу и того, за кого Христос умер. Я разговариваю с ваптистами. Я говорю, вы живете где? Ну, там. А православные? Да все православные. А вы знаете, что у нас пост? Ну, да. А вы едите там мясо? Конечно. Павел говорит, как? Чтобы не соблазнить. Ну, а как я на тяжелой работе? Тут нет тяжелой работы. Если брат соблазняется, а ты считаешь христианами их? Конечно. Ну, так и не ешь. Много ли от нас Бог просит? Если когда-то где-то соблазняем, хотя дело и не греховное. Ну, нетрудно это сделать. Я не хочу, чтобы у меня тут пели, и вас слышно было. Ну, закройте окна, тихо пойте. Дальше. Осия 13-14. Дальше туда. Осия. Так еще. Так еще. Это все для того, как выйти из того положения, которое кажется нам нормальным. Когда ты последний раз проповедовал, когда говорил, когда на работе свидетельствовал. Ну, бывает такая нужда, что-то трудности у человека, не знает как. Вот ко мне пришел и говорит, наше поле с другим, с другой деревней. И у него там какая-то мошка, напала ничего. У меня, говорит, я обработал, все нормально. Я говорю, натурально потеряю. Он вообще не видел, но мое поле поехал, все, срубил это. Что делать? Два варианта. Один вариант законный, свидетели, и суд решит. Другой, прости, он сделал нечаянно. Может быть договориться, сколько, там, гектар он тебе, или сколько испортил. То есть надо как-то подойти к этому так, чтобы дверь не закрылась, доступ к этому человеку. А бывает так, даже разговаривать нечем, небольшая потеря. Ладно, с кем не бывает. И дальше. Осип 13, 14. От власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть, где твоя жало? Ад, где твоя победа? Раскаяния в том не будет у меня. Теперь мы считаем, 1 Коринфян, 15 глава. 5 стиха. Вот заметьте, какое пророчество. Ад, где победа? То есть, ты победила, но ад пустой. Какое торжество было, возвращение на родину, когда Христос сошел в ад. 15 глава? Да, Ну, тут с 5. С 5. И что явился Акифе потом 12? Потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне живых, а некоторые и почили. 50 стих. Но благодатью Божию есть им то, что есть им, и благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Мы можем это сказать или нет? Ну, если не можешь сказать, начни с сегодняшнего дня. Я должен это сделать. Вот Господь как-то надоумил нас проехать до Владивостока, от Тихого до Атлантического океана. Сколько людей с этого пришло, другие. Больше тысячи выступлений только было. Мы бы никогда не сделали это. Мы когда поехали до Иркутска, батюшка посмотрел, как будто безумие. На нашей машине. А это 120 тысяч километров прошли. Сколько людей? И все спрашивали, особенно в Греции, знакомые, близкие. Они жили у нас по Теряевке. И мать их, Екатерина, и говорит. Вот вы столько видели. Где самые такие люди верующие? В какой стране? А где самые неверующие? Где самые верующие? Не могу сказать. А самые неверующие могу. И кто? Греки. Греки. Все, что у вас было, полностью по-католическому, затащили сиденья, и вас нигде нет. И мы прошли по каким городам? Солуни. Это же салоники были. Вообще не знают ничего. Ну, а все-таки где самые верующие? Говорю, я не могу сказать. В Польше были. Но мы по домам не ходили. Были государства, где мы были. Я могу сказать, где лучший прием был. В Риме. Римлянки как нас встретили. А самые негодные в Риме. Когда священник, среди ночи нас заставил уйти от, где мы притулились, таких монастырей, и даже сходить некуда. Вот как? В одном и том же месте. Да, я просто говорю так. Мы не обиделись, ничего. Но мы должны это помнить. Нужно бывает самое незначительное. И вот самый трудный момент помочь человеку в Рапсе, выкупить его. Вы эту радость испытайте когда-нибудь. А сегодня это бывает такое. Человек попадает в зависимость где-то. Особенно в ипотеку. Это даже сказать нельзя. Какие проценты? Я разговаривал с некоторыми. Говорят, платим уже третью стоимость его. Растянутая. Плохо было. Мамара Каддафи. А у них было так. Если 1% дает смертная казнь. А как? Государство все восполняло на себя. Нам не отрицать разное строя, а радоваться, что и там было свидетельство. И что его убили. Господи, помилуй нас и прости. Я тайно молюсь. Могу сказать, что Баварин к нам как был расположен Владимир. Евстигнеев, где мы 18 лет вели, ректор АГТУ. Тут РТИ помогал нам очень сильно. Анатолий, я прошу Бога прощения, но узнал, что они по-своему признавали Христа. И стал молиться за них. Я просто говорю, может кто-то вспомнит. Люди так много сделали. Благодаря им мы имеем это здание. Мы имеем эту площадь. К нам отношение изменилось во всем городе. с приездом митрополита Сергия. Я прошу вас еще раз, придите, вот следующее воскресенье будет, подадите под его благословение. Чтобы к нам приезжал года, два раза. Дослужил вместе с нами. Во время литургии он меня просит в алтарь и просит сказать проповедь. Это неслыханная вещь. Нигде нету этого. Это Бог дал, за прошли наши котировые были неурядицы. И мы благодарим Бога. Дальше. Второе. Коринфян 12,7. Я пока считаю. Премудрый Соломон, у нас книги нет, а 2,24. Говорит, завистью дьявола смерть вошла в мир. Вот откуда, завистью. Зависть страшный грех. О нем мы считаем и в разных местах в Новом Завете зависть. Никогда никому не завидуй. Да вот у него столько, а ты знаешь, как ему трудно. Как есть рассказ такой, один раптал на свою должность. Вот я работаю, и столько у меня тяжело. Приди, выбери, он видит по сне, или как кресты стоят. Он подошел вот этот, пахнет приятно, можно возьму. А потащишь, он попробовал, даже не избил. А чей это? Это архиерея, говорит. Он пропитанный ладаном. Другой посмотрел, такой украшенный, кто это такой? Это мэр города, спасенный. Попробовал, не избил. Наконец подошел к одному, взял, вот этот я возьму. А теперь смотри, еще на надпись. Написано, твой он и есть. И зачем тебе было искать? Вот сколько тебе Бог дал, вот с этим распорядись пока. Вот у нас необычно, что второй человек я не вижу. Но зато положительно, что на 100% я говорю, выдержки не перепечатанные. Там может ли человек завистью придумать? Здесь как есть. 2 Коринфянам 12, 7. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть. Ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Или говорят, что это болезнь, Павел. Галатам говорит, вы готовы были отдать зрение свое мне, глаза? Нет, говорит. Золотовец, если его опоясание давали другому здоровью, то сам, конечно, был бы здоров. Это гонители, это поносители, это враги. Я вот о врагах, когда думаю, какая должность им выпала, нападать на кого-то, и при том, причины-то никакой нету. Считаю где-то, и смотрю, и сравниваю. И тот, на кого нападают, а один человек сказал так, я так много просчитал против вас, клевет, и понял, вы хороший человек, иначе на вас бы не нападали. И мы можем так вот свести к тому, дивный Господь, и хотя тысячи смертей, спасение от Христа. Хотя бы ничего не знали мы, спасение в нем. Смертоносные буквы оказались у нас, смертоносное дыхание от нас. Мы, говоря людям, мы приговорим к смерти, если не покаетесь. Христос Спаситель да будет Его слава во веки веков. Аминь.